Ирина Николаевна, как женщине с мужским началом приобрести женское? Как понять, что двигаешься в нужном направлении? Ваш ответ очень важен для меня. Спасибо за ваш труд. Пожалуйста, давайте разберемся более подробно, серьезно. И желательно просто буду говорить, чтобы вам было понятно. Что такое мужская доминанта? Это когда взращивается в ребенке, опять-таки дрессируется определенного качества, что ты за все в ответе. Мама сидит, рассказывает взрослые отношения с папой. Мама без конца декларирует, как она устала на работе. Родители дают что-то, принуждают что-то сделать. Без конца декларируется система «ты взрослая, надо помочь, надо за братиком сходить, надо братика уложить или сестренку уложить». Это бесконечное перекладывание взрослых обязательств на не очень… Даже не юного ребенка, а кому как влезет. Это абсолютная недееспособность, психологическая такая ущербность родителей, когда они в угоду каким-то своим там помыслам, замыслам или мечтам, или еще каким-то финансовым вопросам заставляют девочку в особенности заниматься непосильным трудом. И еще без конца устраиваются показательные выступления на тему того, что мама устала, мама больная, мама завтра умрет. Вот ты сейчас вот это не сделаешь, а мама и так больная, и так устала, и умрет. И тогда ты останешься. Для ребенка это непосильная ноша. И тогда включается «надо всех спасти». Надо все сделать, чтобы мама не умерла, чтобы папа не пил, чтобы братик не плакал, то мама будет ругаться. Это вот непосильная ноша взрослых обязательств в одной взятой семье, которая ребенку, как баржа, одевается без его ведома, без его каких-то там понятийных вещей, без какой бы то ни было осознанной понимания того, что происходит. И чем дольше это длится, тем больше девочка валит на себя все, что можно. И тогда начинается, кому бы еще помочь, кого бы еще спасти, за кого бы что-то еще сделать. Потому что не дай бог кто-то умрет, не дай бог кто-то там заболеет, не дай бог там кто-то останется голодный или еще какой-то, в зависимости от транслирующей такой основной задачи. Вот у меня тут девушка без конца рассказывала о том, что, говорит, работа это что-то ужасное. Я говорю, простите, а кем вы работаете? Ну, я вот работаю офис-менеджером, говорю, а что там такого ужасного? Ну как, эти люди, они от меня зависят. Если я кому-то забуду позвонить, если я что-то забуду, говорю, а что там люди все недееспособные? Ну как? Ну это же на мне все. Я говорю, почему на вас-то? У вас хоть какое-то понимание есть офисного менеджмента? Хоть что-то вы там понимаете, как уровень коммуникации, что вы можете в чем вы компетентны, как-то повествовать в чем-то вы некомпетентны. Вот так и проявляется эта пресловутая мужская модель в женском обличии, что надо что-то обязательно за кого-то сделать, надо быстренько преуспеть, когда в ситуации вообще абсолютно не нужно ничего делать. Самый яркий пример, если мы берем рабочие отношения, когда приходит начальник и говорит, знаешь, это единственное, кто в нашей компании есть, это ты. И только тебе я могу доверить эту ночную работу, но ты очень девушка осознанная, очень продвинутая, очень профессиональная, но в нашей компании сейчас нет средств. Почему я подошла к тебе? Потому что ты очень переживаешь за компанию, и я единственная, кому могу доверить эту непростую работу, это только тебе. И вот эта девушка будет сидеть всю ночь, делать халявную работу для того, чтобы кто-то за ее труд срубил хорошие деньги. Вот так это проявляется. Мужская доминанта в женском обличии. А теперь давайте о женщине. Женщина, она, если и работает, она работает в собственное удовольствие. В принципе, этим должен заниматься и мужчина, но там больше меры ответственности, потому что он созидатель по собственной природе. У него ответственность за тех, кто с ним рядом, накладывает достаточно серьезную такую внутреннюю структурную политику. Там не надо жалеть, не надо потакать, не надо приближать. И очень правдиво, очень достойно, собственным примером, показывать уровень своей заинтересованности для того, чтобы люди понимали, что вам, ну, мужчине, действительно, это хорошо и достойно. Если женщина одевает такую на себя роль и тянет всю эту компанию, сейчас это доминирующая история, значит, она начинает над мужчинами главенствовать. Хорошо, если мужчина, ну, условно сказать, имеет такую дома маму. Но он и делать ничего не будет, собственно говоря, ну и вредить особо ничего не будет. Так тихий. Ни человек, ни никто. Вот сидячая такая какая-то субстанция. А женщине надо всё больше, больше, больше. Но тогда ей обязательно в таком качестве нужно от чего-то будет отказываться. И от самого родного, самого замечательного, это, в принципе, от семьи или отношений, или, не дай тебе, Господи, от детей. И вот как только этот отказ произошёл, что работа становится на первом месте, что там какие-то планы, какие-то достижения, какие-то конкурентные преимущества надо соображать, надо поднимать, надо то, надо какого-то специалиста перекупить, взять. В общем, поглощение абсолютно не тем занятием, не женским занятием. Женщина начинает черстветь. Начинаются проблемы в отношениях. Или они распадаются, потому что очень сложно переключиться, приходя домой, и стать там супчиком, или ещё это практически невозможно. Тогда запускаются в дом другие женщины. няни, домработницы, и кухарки, и помощницы, ещё кто-то. Сейчас очень, кстати, такая востребованная профессия. И пока там достигатель в юбке пашет и обеспечивает всех за свой счёт деньгами, надо же всем зарплату заплатить, то какая-то такая протиснувшаяся, проникшая в такой дом, глядя на того мужчину, который не очень чем-то озабочен, потому что у сильной женщины всегда слабый мужчина. Ну так, уравновешенная система. Ну и там получаются разные интересные моменты. Так вот, женщина в мужской роли всегда будет платить собственным внутренним ожесточением. Вот ещё Бехтерев писал о том, что если женщина не обращает на себя внимания своей искренностью, своей добротой, своей чувствительностью, своим расположением, мужского взгляда, то она настолько доминирующей позицией, и бессознательно всех мужчин хотела бы подавить. Одна история. Вот так, чтобы вы понимали, что такое доминирующая мужская роль в женском обличии. И вторая фраза, это уже не Бехтерева, уж я не помню, простите, кого, но тем не менее, аристократку женщину не судят, или принципиально она не зависит ни от одежды, ни от макияжа, ни от поведения, ни от среды. Но её точно можно вычислить по отношению к ней, мужчин, находящихся рядом. Это уровень уважения, это уровень бессознательного, но очень серьёзного желания защитить эту женщину. Потому что мы с вами занимаемся по природе, по естественной своей природе тем, что обогащаем своих мужчин. Мы более мягкие, более понимающие, более знающие, более интуитивно чувствующие всю окружающую среду. И мужчины, собственно говоря, и выбирают таких женщин, чтобы она подсказала, чтобы она увидела со стороны, оберегала то, что создаёт мужчина. А у нас сейчас ровная это противоположность. Мужчина сидит с детьми, мужчина ничего не делает, мужчина страдает, мужчина переживает, мужчина в творческом поиске. В общем, всё что угодно, только не чего-то достигает и что-то строится, что-то в хорошем понимании слова, что-то отстаивает. А женщины сейчас по принуждению ли кто-то адресировал, вынуждены, на мой взгляд, вынуждены заниматься вот такой несвойственной ей деятельностью. И тогда начинается внутренний психологический коллапс. Это агрессивность, это вульгарность, это преподношение себя в безапелляционном каком-то качестве и требование к себе уважения, почитания, преклонения, подарков, цветов, подтвердить себе о том, что я типа тебя победила и ты меня теперь должен. Вот откуда это всё берётся. Так что 10 раз подумайте на то, действительно стоит жертвовать тем многим ради того немногого, которое сегодня и завтра нет, потому что мужчина всё равно женщина победит. Ну, так устроена природа. Но если женщина начнёт ему гадить, то он её точно разотрёт и будет ещё и преследовать для того, чтобы она место своё знала. Так устроено на сегодняшний момент наше с вами общество. Хотим мы того или не хотим? Из поколения в поколение ментальная такая система передачи традиций у нас вот она такая. Почему не принимается, не приживается, никакая у нас тут демократия, никакая у нас, вот хотите, не хотите, такая монаршия система. Вот он, пускай водопроводчик, пускай он не очень умный, но ему многое обращается, мужчины в нашей стране. А женщине практически ничего не обращается. И любая ошибка мужчины, она может как-то быть сглажена, а вот если женщина ошибётся, так её ждут во все стороны, все, кому не лень, размажут по той стенке и ещё прибьют чем-нибудь тяжёлым, чтобы знала, куда ходила и что из этого получилось. Просто посерьёзнее думайте, относитесь. И если вы хотите что-то организовывать, а вы имеете на это право, естественно, то тогда выбирайте себе партнёра достойного, с которым, ну, по крайней мере, можно было бы идти по жизни. Для того, чтобы все понимали, что вы умная, уникальная, замечательная, потрясающая, там, с пятью, с шестью, с двумя, с тремя, неважно, образованиями, но, но, коль с вами рядом такой же мужчина, значит, всё, в принципе, верно. И можно и с вами поговорить, и с ним поговорить. И вы в своих профессиональных навыках, ну, стоите, условно, на одном уровне. И тогда это будет работать. Если женщина сама по себе бьётся, безапелляционно, и, там, повышает эмоционально голос, требует, приказывает, от мужчин это всегда будет очень серьёзная волна сопротивления. И на каком-то этапе женщина просто не справится. И это будет очень болезненно. Субтитры создавал DimaTorzok